Доброго вечера! Мы из Украины. Я приветствую вас на моём YouTube-канале в программе «Дороговказ. Контратака». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а главное, оставляйте ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ. Защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населённых пунктов. «Освобождённые населённые пункты взяты под контроль вооружённых сил Украины», – сказал президент Владимир Зеленский в новом видеообращении. «Наша армия, разведка и служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях». «Успешно продолжают», – сказал президент. Во вчерашнем «Дороговказе» мы с вами говорили о том, насколько важным является освобождение Купинска, что это железнодорожный узел, что это соединение трасс и, собственно, тот центр, который позволяет расистам налаживать логистику. И когда он будет деоккупирован, у расистов, соответственно, таких возможностей больше не будет. Дело в том, что события развиваются настолько стремительно, что не произнося, конечно, заранее каких-то таких вещей вслух, хотя в соцсетях уже довольно много сообщений и на фоне надписи «Купинск» и вообще, то есть, пестрит лента, что называется, этими сообщениями, но не буду этого делать, потому что пока нельзя. Скажу только то, что сейчас уже впору думать и мечтать об освобождении Изюма. В последние дни ВСУ уверенно отвоевывают города и села Харьковской области и продвигаются вперед. Так у российской группировки в Изюме уже почти нет путей для отхода. Об этом 24-му каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Светан. По его словам, там практически нет дорог, которыми они могли бы выйти, чтобы не повторить судьбу своих коллег из 237-го десантно-штурмового полка РФ. А что же произошло с этим полком? В результате контрнаступления вооруженных сил Украины 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороды в пятницу 9 сентября. А прекратил 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находится в крайне тяжелом состоянии. Также сообщается, что бойцы российского 202-го отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли от своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Это подразделение осталось без связи и командования. Окупанты звонят своим близким и военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии Минобороны РФ и Красного Креста. А требуют они вывезти их из Украины. Зачем, спрашивается, было сюда лезть? Жалуются на мощное наступление вооруженных сил Украины, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Говоря более простым языком, бегут, опережая собственный визг. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком. Тут надо сказать, что кое-где враг пытается еще удержать свои позиции, в частности на Днепропетровском направлении. Впрочем, недовольство нарастает и там, потому что поступившие так называемые новобранцы в основном 55-60 лет от роду, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. А для удержания позиций в Херсонской области россияне подвезли так называемое подкрепление с территории РФ. Однако пополнение категорически отказывается участвовать в боевых действиях, сообщает корреспондент НЭТ. После того, как вооруженные силы Украины освободили многие населенные пункты на Харьковщине, оккупанты заявили о том, что они должны будут провести эвакуацию. Причем примечательно, что сообщили об этом их же пропагандистские издания со ссылкой на так называемого главу Купьинского района Харьковской области Максима Губина. Я вам приведу прямую речь коллаборанта. Мы пытаемся сконцентрировать все усилия для эвакуации местного населения хотя бы на 3-4 дня до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована. Тут надо сказать по Фрейду, не будет стабилизирована ни через 3, ни через 4 дня для них. Она не будет стабилизирована никогда. Одно из самых главных пропагандистских изданий ТАСС сообщает, что вот эта вот эвакуация, то есть бегство, проводится из Изюма, Купенска и Великого Бурлука Харьковской области. А РИО Новости, это, так сказать, пропагандист-конкурент, сообщает, что женщин с детьми из районов Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя видео с большим количеством российской техники, движущейся на Харьковское направление, сказал, что такими кадрами Минобороны РФ прежде всего решает свои собственные имиджевые и информационные проблемы, так как слишком долго рассказывала о якобы неуспехах ВСУ на поле боя, после чего столкнулась с контрнаступлением. Тут я хочу сказать, что, может быть, для внутреннего употребления эти кадры изгодятся, но группировка, которая понимает, что окружение не за горами и, возможно, котёл, вряд ли поверит этой пропаганде, особенно после того, как мост через Оскол был разрушен. И я лично не понимаю даже просто географически, каким образом им кто-то ещё может помочь. Наверное, мои зрители догадываются, что я, как человек с академическим музыкальным образованием, в течение всего своего обучения должна была проявлять незаурядное терпение, слушая длинные симфонии, а порой оперы и того длиннее, не всегда они мне нравились, и, тем не менее, я это выдержала. Однако вчерашнее заседание Совбеза ООН привело меня в состояние на грани иступления. Не знаю, как выдерживают это присутствующие, не знаю, как выдерживает это блестящий дипломат-представитель Украины Сергей Олегович Кислица, который, конечно, в конце прекрасно говорил и меня, конечно, слегка попустило, но, должна вам сказать, этот театр абсурда, который не просто продолжается уже столько времени и выматывает присутствующих, выкручивает просто жилы у людей, которые вынуждены аргументированно каким-то образом говорить бюрократическим языком в то время, когда все понимают, что на самом деле просто Россия напала. Это была немотивированная агрессия, и какого чёрта она продолжает там что-то вещать, непонятно. Вчера было такое вот впечатление, что вот действительно гиря до полу дошла, этот небензя, ну, беспардонен и бессовестен, то есть вообще. Вот я думала, сколько ж ещё это может длиться, в Нью-Йорке, в Америке. Неужели на это нет никакой управы, и это будет долготерпеть мир ещё? Ну, судя по всему, не только меня это вчера довело до этого состояния. Это действительно вот объективно вчера было какой-то уже, ну, сюр, театр абсурда, гротеск, какой-то фарс, то есть издевательство и попирание, естественно, здравого смысла. Так вот, США будут прилагать усилия, чтобы реформировать Совет Безопасности ООН. Аллилуйя! Наконец-то сегодня прозвучали эти слова. Вашингтон также обещает меньше использовать в нём право вето. Об этом заявила постпредс США в ООН Линда Томас Гринфилд. Постоянные члены Совбеза несут особую ответственность, напомнила она слова 33-го президента США Гарри Трумэна. Но Россия нападением на Украину нанесла удар в самое сердце устава ООН. «Мы будем продвигать усилия по реформированию Совбеза ООН. Среди них наше соавторство в резолюции о праве вето, в которой постоянным членам предлагается объяснить своё право вето Генассамблеи», заявила она. Для справки скажу вам, что в Совбезе ООН 15 членов и 5 из них постоянные. США, Китай, Франция, Великобритания и Россия. Мы уже неоднократно говорили о том, что с какой стати там находится Россия, это вообще непонятно, потому что она просто по, так сказать, наследству от СССР там восседает, не имея на это ни бумаг, ни ратификаций, то есть вообще никаких необходимых документов, которые позволяли бы ей там находиться. Об этом постоянно говорит Кислица. Ну вот, надеюсь, что его начинают слышать. И, собственно говоря, постоянные члены Совбеза имеют вот это вот право вето. Из-за которого, ну и происходит просто паралич этой организации и пробуксовка всех решений, которые так необходимы сегодня миру. Очень надеюсь, что лёд тронулся. Также хорошие новости из Америки, потому что, повторюсь, ООН находится в Нью-Йорке. Белый дом объявил, что ищет дополнительное финансирование для Украины в Конгрессе. Речь идёт о сумме почти в 12 миллиардов долларов, которую американцы хотят потратить на военную и экономическую помощь Киеву до конца года. Белый дом запросил у Конгресса дополнительное финансирование для поддержки Украины в течение первых трёх месяцев следующего финансового года, который начинается в октябре. И процитирую ещё раз президента Украины Владимира Зеленского, который в своём вечернем видеообращении сказал, «Есть хорошие новости из Евросоюза. Одобрено выделение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи нашему государству. Очень весомо». На этом у меня сегодня всё. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине!